Всех приветствую на своем канале! Сегодня я хотела вам вкратце сделать обзор вот такой кофточки, которую я связала и под нее я связала также в качестве дополнения поворозочку с цветочком. Рассчитан комплектик на девочку годик-полтора. Как вы видите, связана кофточка по фасону жакета дюфель, только я видоизменила рукавчики, связала вот они у меня с косами такими красивыми. И также я сделала карман не вточной, как в кофточке в жакете дюфель, а он у меня просто пришит сверху наметочными швами. Украсила я кофточку бабочками вот такими вот, обратите внимание, на капюшончики и на кармашки. Ссылку на бабочку, как делать бабочку, я оставлю под этим видео. Вяжется кофточка платочной обычной вязкой, также оставлю под видео обязательно узорчик, так сказать, мини-совы, вот я его называю, косы, также я оставлю ссылочку под видео. В общем, вязала я кофточку пряжей Суперлана Классик фирмы Ализе, мне 280 метров в 100 граммах, 70% акрила, 30% шерсти. Честно говоря, у меня ушло этой пряжи именно 2,5 моточка, даже немножечко больше, так как я вязала еще вот эту поворотку. Вы можете взять с таким же составом, так сказать, немножечко там больше шерсти, Суперлана Голд Файн, то есть в ней 390 метров в 100 граммах, но так как там больше шерсти, она легче, то есть ее больше по метражу. По составу именно ниточки, она идентичная по количеству петелек, так сказать, примерчики, в общем, плотности вязания, она такая же, как Суперлана, которую я вязала, но уйдет у вас максимально 2 моточка. То есть у меня ушло 2,5 с учетом моей поворозочки, то у вас с учетом поворозочки уйдет 2 моточка. Так как комплект рассчитан на девочку от годика до полтора, то вы можете связать по такому же примеру кофточку на мальчика, то есть если вы будете на годик полтора вязать мальчику, то используйте мой вариант, единственное, что не делайте косо, а просто будете вязать платочной вязкой. Точно так же по желанию можете вязать полоски, а можете их не вставлять, так сказать, просто однотонной делать. Также можете, я взяла 4 пуговички сделала, вы можете сделать 6 пуговичек, тем самым продлить, сделать не более жакетообразную, а как бы такую вот пальтишко. Вы можете добавить еще 2 пуговички, то есть у вас получится 6 пуговичек, либо вниз, либо просто их распределите по высоте. К примеру, сделайте не на таком расстоянии, а чуть уже, и точно так же здесь еще 2 добавляете пуговички. Вот, в общем, все основные такие нюансы я рассказала. Для тех, кто хочет сделать кофточку такого типа, но на более старший возраст, либо наоборот на младший возраст, то есть до годика, или наоборот свыше, так сказать, 2 лет, то вы пишите в комментариях, я обязательно запишу видео, как правильно рассчитать на эту кофточку количество петелек. Но принцип вязания будет такой, как и, так сказать, в основном видео, которое я выложу немножечко попозже. В общем, жду ваших комментариев, лайков, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех с нетерпением, жду на своем канале. Пока-пока!